Я думаю, что это не важно. То есть, вообще, я думаю, что Трамп – это очень важная, очень полезная прививка от популизма, которая делается в американском обществе. Вот сейчас уже не важно, кто выиграет. То есть, не только для России, даже для Америки, по большому счёту, он уже своё дело сделал. Уже не важно, он выиграет или проиграет. Следующие выборы уже будут идти по другому сценарию. То есть, это чётко понятно, что и в демократическом, и в республиканском лагере пройдёт обновление и людей, и идей. Чётко понятно, что вот его популизм, который как бы его критикует за несозидательность, он как раз разрушит всё то фальшивое, что ведь, смотрите, ну да, политкорректность – это очень важный элемент американского общества. но, как любое другое, как бы такое понятие, оно амбивалентно. То есть, одновременно оно приводит к тому, что постепенно очень много фальшив. То есть, какие-то реальные проблемы закрываются, не проговариваются. И вот он как бы вот это статус-кво разрушает. И уже разрушил. Его уже нет. Вне зависимости от результата выборов, то статус-кво, которое существовало в Америке, уже нет. Но я уверен, что эти все изменения пойдут на пользу американскому обществу. Трамп сыграет роль такой прививки от ОСПы и уйдёт в прошлое. А Америка пойдёт дальше ещё более сильной. Ведь вот сейчас, когда обсуждается проблема беженцев в Европе, и Европа очень сильно провеет, да, то есть, как бы, очень многие страны принимают какие-то, ну, по крайней мере, инициативы по закрытию границ. Давайте вспомним, что было в Америке. То есть, в Чайна-Таун просто опасно было даже полицейским зайти. Литтел Итали управлялась из Сицилии. То есть, целые куски территории Америки, столицы Америки, значит, управлялись как бы из Сицилии. То есть, мексиканские нелегальные мигранты, там, миллионы их были. И они нашли решение. Они последовательно нашли решение. Они не закрыли страну. И вышли из этой ситуации ещё более сильными, чем они были. И я думаю, что в данном случае такая Европа, вот, ну, вот, можно сказать, наверное, что если есть какое-то соперничество между, там, Англией и Германией, и Англия всегда была, ну, будем так сказать, европейским партнёром Америки. То мы видим, что сегодня по-американски ведёт себя скорее Германия. И Германия, наверное, тоже вот в этой конкуренции, ну, с моей точки зрения, получает дополнительные очки. А Англия проигрывает. Ну, так или иначе, я что хочу сказать, что кто выиграет, уже не важно. То есть, Трамп сделал очень важную вещь. Он с помощью своего популизма разрыхлил вот эту вот достаточно костную политическую систему, которая была. Вот. И с моей точки зрения, он уже отработанный, как бы, материал. А то, что наши за него болеют, ну, да, он такой антисистемный. И, собственно говоря, как бы, они лелеют надежду, что он таким образом, как бы, то есть, раз он против Обамы, а Обама против Путина, значит, как-то это там, враг моего врага, мой друг. Вот по этой технологии, значит, им кажется, что Трамп является такой панацеей для русских. С моей точки зрения, не имеет никакого значения.